и снова здравствуйте всем привет значит еще одна моя любимая программа в которой я очень давно не лепил вот захотелось тут чуть посидеть ну и какого-нибудь персонажа вылепить значит это будет у нас кто будет у нас вот этот как в повязках страшный такой тип в пещере из аркейн так сразу epic pen поставлю сбоку вдруг что-то нарисовать придется и так вот такая вот программка правая кнопка мыши пардон те левая кнопка мыши и значит все это дело крутит тоже правая крутит и значит через alt все это дело передвигается через control ни хрена не делается а через control приближается правая кнопка мыши так погнали и опять же поставим на русский язык здесь лучше работать в таком духе так русский язык стоит теперь что нам понадобится удалить вот эту сферу да это дэвид кнопка файл добавляем значит объект нашего персонажа болваночку бамс и мы прилетели сразу в размерчик да прикольно так можно лепить вот в такой эфире дам найдем значит визуал найдем маткапы и значит тут маткап вот они есть клэй значит что тут грин неинтересно white вообще неинтересно red ну более-менее ну не то почему я всегда рекомендую лепить в красной глине за что получаю постоянно значит прилеты как можно лепить в красной глине что это за убожество ну вот я поставлю красную глину значит со скульптой с альфа 6 очень приятно я постоянно в этом тоне леплю и мне постоянно видно все части значит которые пролепливаю очень хорошо светотень играет но постоянно мне говорят что от красной глине лепят только дилетанты ну пусть будет так так выравнивание здесь правая кнопка мыши так через control приближение отдаления alt ну в принципе нужно настраивать камеру можно видите сбросить поставить спереди сверху слева потом можно от перспективы в ортогональному лучше лепить так перспективе потом будет ломаная модель орбита вращения можно поставить как в зебраж вот сферическую можно поставить просто левой кнопкой мыши отводить и будете полностью ее крутить потом значит что еще можно сделать так плоскость можно по плоскости так по плоскости видите если вы увели и в принципе потом ее ловить очень а ну-ка не тут не получается ее выравнивать значит камера орбита вращения во по орбите лучше будет вращать ну такая штука значит маткапы установлены прозрачность можно тут видите если картинку давайте поставим сейчас фон загрузим загрузим имейдж значит нашего персонажа здесь значит с референсами более видите четко они становятся в зебраж скульптис альфа 6 если вы неправильно подберете размер все это дело растягивается сплющивается и нужно именно четко сделать размер скриншота или картинки и вот когда у нас есть персонаж смотрите теперь мы значит через alt его подведем через левую кнопку мыши мы это все дело подвинем и нам нужно посмотреть персонажа очень удобная штука очень прикольная такая штука вот скульптис альфа 6 этой штукенции не хватает так есть у нас персонаж допустим болванка да ставим прозрачность и чтобы поймать сразу челюсть вот эту всю штуку да хотелось бы это все дело растянуть и тут значит скульпт джейл уже считай становится зебрашем находим значит лепить вот лепить красить находим кисти и находим трансформ у нас получается гизма и мы просто растягиваем нашего персонажа можем его видите тут передвигать переносить словом все зашибись так мы погнали значит маткапы это референсы прозрачность уменьшаем и что нам понадобится чуть-чуть прозрачность если поставим то уже лепить как бы разновато да переключимся на кисточку значит кисть и пока вот это все дело выровняем кисточкой значит сгладить сглаживание стоит на c английскую вот видите можем двигать и уменьшать очень быстренько на семерочку допустим вот семерка и разброс двигаем значит мышку размер еще проще x английская тоже очень удобно так мы погнали значит прозрачность мы это дело уберем и значит симметрия где у нас стоит симметрия стоит влепка и красить внизу стоит симметрия мы можем и отключать можем ее подключать и так далее еще удобней отключили пролепили подключили кайф так маловато да сила нажатия что у нас тут происходит маловастенько давно не работал забыл я уже значит все это дело сгладить да значит выберем надуть кисть закругление сгладить расплющить наверное расплющить поставим поменьше кисточку здесь чуть-чуть все по-другому чем скуптный сайфер 6 там лучше в каком плане что я на одну кисточку могу выбирать что ей делать допустим рисовать квадратом или допустим рисовать сферой очень хорошая штука так еще поменьше и будем вот поменьше все нужно ставить тогда будет все хорошо вот такие дела так тут еще можно вот эту сетку поубирать кстати я вот забыл где это фон заполнить так вперед количество шагов вы можете возврата поставить побольше если вдруг косяки какие-то будут да планшет не надо камера тададан speed вращение скорость вращения даже можете ставить так история сцена удалить добавить куб можете еще к этому персонажу добавлять примитивы что отсутствует значит скульптрис альфа 6 показать сетку вот сетку мы можем отключить видите все теперь она на мозг не будет парить можем спокойненько сидеть и работать над нашим персонажам shift левая кнопка мыши все выглаживает значит все это дело мы сглаживаем пролепливаем выравниваем нашу сетку тут есть топология потом покажу кстати тут если сделать сетку и закинуть ее значит программу забрать что там будет хорошая сетка потом среди топологии из рмс так давайте сразу я ухо сделаю так кисточка расплющить сдавить кисть тянучка гладко перемещать маска есть тут все есть маска здесь очень удобная кстати 3d масштабирование складка сдвиг расплющить так по моему что нам нужно нам нужна складка складку опять же ставим поменьше чтобы у нас не было сильно очень сильного углубления и лучше несколько раз как скульптис альфа шестой водить это все дело вот скульптис альфа шестой очень хорошо настроены кисточки здесь чуть-чуть они конечно жестче работают да немножко тут получается что как сказать ну сложновато да так теперь x побольше делаем нашу кисточку попробуем чуть-чуть ухи вдавить побольше так кисточка с английского уменьшаем так 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 сила нажатия уменьшается прорисуем наше ухо здесь уже мне видите неудобно мне нужно переключаться на кисть так теперь приближаю колесиком нашу модель и через альф тоже очень все то же самое как и во всех программах через альф работаем через другие кнопки не работаем все хорошо если кому-то понадобится эта программка она есть онлайн но я давным-давно нашел эту значит программу и скачал себе она у меня как блендер допустим в папке да с папки запускается так теперь что вот привычка у меня вот именно здесь на ползунках это все дело уменьшать подтягивать вот видите что сетку я изменил но скульптис нашего 6 такого нет она начинает это дело там ломать и приходится сетку немножко корректировать здесь она работает очень хорошо эта кисточка поэтому все очень зашибись так я ночка вот она у нас тянучка здесь мы вот тянучка кстати размер ее ставится и от размера зависит сила и от этого как сказать растяжение скульптис альфа 6 тянучка очень удобно работает тянет все это дело да так здесь чуть-чуть она конечно очень резко работает и по первой сначала очень неприятно как непривычно так шейл персонажа он дистрофик поэтому шейл мы сделаем тонкую и вот здесь значит если скульптис альфа 6 очень хорошо выглаживает вот эти вот ребра да то здесь приходится допустим применять постоянно расплющивание да вот потому что сглаживание нормально не проходит если сравнивать скульптис альфа 6 с этой программой значит то здесь она более как бы сказать уже навороченная если вы когда-то работали надеюсь кто-то работал это хотя бы включал скульптис альфа 6 то поймете разницу когда начнете так это у нас складка на не забывать что это складка и получается что у нас здесь больше возможности и опять же приятный гладкий вид не то что допустим в этом как он забрас так натягиваем значит проводим это уже многовато размер можно поменьше рука можно так размер менять да вот так очень удобно менять размер ставим допустим 15 бац и у нас уже 15 по чуть-чуть репик лучше по чуть-чуть чтобы больших не было укосов уборов каких-то так намечаем теперь наш подбородок так кисточку раз поменьше интенсивность то кисточку я думаю можно побольше поставить так выглаживаем подбородок и понимаем что подбородок у нас должен больше выходить значит что у нас теперь это у нас тянучка на попривыкнуть к переключениям вот этих кистей так размер кисти поменьше метрия все стоит некуда спешить просто хочу покайфовать в этой программе так теперь лицо у него худющее очень худющее да значит здесь у него как бы провал над челюстью а здесь челюсть у него острая выходит вот это мы потом докорректируем подбородок тоже вот таким вот образом так голову я вытягивал значит что у него получается большие брови дуги бровные давайте сейчас займемся и вот видите увожу влево вправо у меня значит модель не изменяется как сказать не искажается зависимости от скульптис альфа 6 если вы увели от середины влево то на перспективу берет как бы растяжение и вправо тоже как бы растяется вправо делается такая увеличение зеркально так что сделаем ну здесь я буду рисовать это у нас складка оказывается да это у нас складка интенсивность поменьше а кисточка тогда пусть побольше так удобнее будет работать так уменьшаем рисуем ему вот эти вот складки значит под глазами и что еще вот подрезка получается у нас такая заготовка у него значит отбивка вот этих частей тоже проходит так здесь у него скула и вот эта скула уходит вот так вот на короткую маленькая выходит спереди у него что это опять же выглаживаем так давайте добавим удавленность глад там удавленность у нас может сделать кисточка какая у нас будет складка кисть просто 2d они это 2d рисовать пардонте перемещать расплющить гладить надуть это само собой прикольно кстати вот эта кисточка надувания так складка сдавить а ну-ка давайте попробуем сдавить так это кисть поменьше попробуем попробуем через alt как 2d закруглить надуть а ну-ка если надуть то можно и не надувать да да надуть то можно не надувать неудобно вот эта кисточка сразу заметим что очень нехорошая если вот работать только такой кисточкой это значит без учета содержимого негатив это вдавливание наращивание без ограничений стоит тонкая поверхность передние вершины очень тоже удобно так значит добавляем ей поменьше значит интенсивность добавляем вот эти в ровные дуги так здесь у нее мешочек у него так вроде есть такое дело как лоб лоб не есть год тогда это уже тянутка забываем все пока не вспомню полностью так икс чистоте побольше и лоб вводим подальше так теперь размер поменьше и ставим чуть побольше подведем теперь к нашему персонажу уменьшим так где-то так скулы я еще не делал поэтому их не будет и прозрачность так 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 вот здесь теперь тянучкой поработаем значит здесь у нас опускается рот мышцы да надуваются больше бровные дуги ухо приподнимается повыше уводится так чуть-чуть сюда чуть-чуть туда затылок потом ну и скулы куда без них так больше на смерть похож у него тип лица так это повыше поднимаем кисточка поменьше выравниваем рот очень сильно у нее растяжение работать не очень да теперь значит дальние тоже подтягиваем скулы подтягиваем займемся носом да сначала мы его сгладим это значит у нас получается что расплюшить левая кнопка мыши приближаем чуть-чуть здесь сетку подкорректируем накидаем ему значит массы так масса это можно значит надуть надуть ноздри тоже можно надуть потом уменьшим так еще наверно об надуваем теперь получается что у него натянуть ку побольше кисточку губы чуть еще пониже наверно вот так нос уходит чуть пониже и получается у него где-то тут должна быть наверно вот здесь вот как бы бугорок да а здесь большая вдавленность ну где-то я так себе этот нос ему представляю и нос у него по-моему поуже так здесь у него мочки опа с напад чуть уменьшим потом пролепим заль нету другого ракурса так брови дуги нарисовать их надо наверно так рисуем их это у нас кисточка складка и рисуем значит вот таким вот образом побольше здесь значит можно уже поставить так а раз мы их нарисовали то их надо еще так складка сдвиг расплющить еще раз да вот потихоньку будем их плющить так есть такое дело теперь у него значит скула вот эта часть у него сглаживается губы тоже делаем вмятину теперь между носом под губой у него значит а вот пока выленька очень приятно делается кстати так теперь здесь большая у него прореха это значит сдвинуть загрузить тянучка так височные доли тоже поменьше скула думаю тоже поменьше должна быть шея так еще потоньше подлиннее так и давайте теперь набросаем получится здесь не получится значит кисть вот таким образом силу уменьшим альт левая кнопка мыши насколько она приближает насколько у нее хорошее приближение приближение хорошее так делаем ему мешок под глазами так и рисуем ему века тянучкой теперь значит все это дело подтягиваем левая кнопка чуть-чуть уводим углубь глаза так что у нас с верхней частью с верхней частью у нас так это мешок так вот эта часть еще меньше отмылся идет сюда и где ж это так это у нас опять складка да ну попробуем так делаем обрезку носа подрезочку и значит вот этот снопень так тут где-то у него переносится нос тоже подрезаем делаем и что еще добавляем побольше значит здесь вот веса вот эти вот оп чуть-чуть выглаживаем сильных линий нам не надо но в чем здесь моя ошибка в том что у него лицо более как бы не вперед подано да а как бы назад уведенная и значит тогда сгладить тянучка опять кисточку тут можно побольше и в профиль да вот где-то вот так она у него уходит но так шифтом все это дело выглаживаем чтобы он гладкий у нас был но брови у него дуги еще больше значит опять же значит у нас что стоит тянучка но тянучка это да и будем вытягивать вытягиваем значит так сюда что-то мне франкенстейн начинает напоминать так что у него скула скула чуть-чуть уходит и нижнюю шкулу челюсть надо делать это уже чуть-чуть добросаем так выглаживаем и получается что это складка надо привыкнуть вот когда продюсер чуть меняешь нужно привыкать именно к этим названием здесь все нормально складка есть до форме тут единственно в чем проблема значит здесь у нас мышцу дорисуем и значит вот так поставлю смотрим как у него тут мышца идет поменьше значит кисточку на пухлая уходит на скулу уходит сюда на рот так альт чуть-чуть вминаем наш подбородок в том все выглаживаем потом у него еще выходит такая стукенция давайте смотреть значит вот это мышца вот которая от носа идет вот это поменьше кисточку и накид делаем в эту сторону но тогда у него получается что здесь провал интересно как-то так выходит интересно как-то так выходит провал и тогда здесь тоже провал да уходит на сглажку скула вот эта челюсть или как ее там вот таким образом как-то у него башка выходит соплей такой так теперь у него губы и вот такая значит челюсть выше подходит губе за что кажется что челюсть теперь стало больше а здесь вот какие выравнивания у него так здесь проходка здесь у него через альт вдавливание до оформляем и вот здесь уже вот здесь уже у него мешочек этот есть да так мешочек есть впадина так за впадину теперь большеватая большеватая здесь идет впадина у него вот 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 уже понятно что красаучек наверное ну фаз нету вот профиль то есть в принципе что тут уже по профилю он уже почти готов вот значит здесь напухлость уносится сделаю так как бы горбина да здесь угол вдавливание треугольник такой получается как бы как его называют хрящ вот так 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 теперь ну вот эта складка есть верхняя есть значит что теперь подбородок вперед поднят но вот вот эту часть эта часть у него все палая о тогда подбородок более-менее нормальный так здесь тогда еще у него худенько делаем ну тип скелета да так подбородок делаем поменьше раз у него на сужение уходит типаж лица то тогда мы его полностью сужаем ну вот как то так то он должен выглядеть таким вот образом ну плечи тоже у него поменьше такого горба у него не бывает он вообще там дрись болеет что там говорить как что еще ему придумать ну давайте чуть-чуть пройдемся значит сдавить не сдавить не сдавить а расплюшить кисточку поменьше интенсивность так и оставим и вот так вот чуть-чуть тут все под укосину по выравниваем побольше сделаем переходы вот сейчас еще надо здесь свеком поработать вот так это дело выходим на нижнюю целисть тоже вдавливаем делаем как бы укосину переход под ухо под углом и выглаживаем нашу хорошо подбородку подбородку так намечаем теперь так что-то мне кажется что или кажется а ну-ка поймаем ухо видите подбородок поймался нос нифига еще не поймал по-моему так нос прям побольше веке еще побольше и вот эта часть а куда ее еще больше да так тогда она оп изминается надувается и как бы легко поднимается тут уже нифига то ему не натянешь в принципе чё подбородок нормально можно его немножко значит сделать потупее кстати это кисточка клей хорошо накладывает массу очень так сказать квадратно ровно так что у него там так ноздри вот ноздри да тоже это значит опять же тянучка и поменьше значит размер чуть опускаем вот теперь они поострее так челюсть чуть-чуть чуть-чуть так а ну-ка попробуем значит подрезать сначала делаем так это у нас складка во надрежем значит нашу вот эту шею так добавим тут мышцу ему и подрезаем челюсть и такое чувство что у нее челюсть еще сюда подать надо так это у нас опять же что я делал складка а теперь тянучка вот так я там почетче здесь у него вдавлено здесь у него переход побольше еще подбородок к верху и так это сюда сюда что-то тут что-то тут такое интересное так это все выглаживаем и добавляем вот здесь вот хребет и добавляем висок галим и череп отчетом так теперь у нас значит сгладить расплющить отрасплющить значит выглаживаем висок под углом выглаживаем боковинку переходим на лоб и укусим и делаем туда затылку висок 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 так а века как бы его аккуратненько так бы добавить да так что у нас там с мешками с мешками какая штука получается что вот этот глаз он должен еще выше подходить вот получается так то он небольшой глаз здесь уход у так и получается значит сгладить так не сгладить да сгладить расплющить вот и подрасплющить вот эту вот глазную вот эту веку чуть-чуть подправляем вот ну так ну И все прорисуем складкой. Продолжение следует. Так, что у нас с ухом? С ухом у нас опять же здесь дорисовываем, проводим, округляем и добавляем массу на этот спиндель. Что-то я не найду где-то кисточку, так, сгладить, надуть, наверное, она. Угу. Через альт рисуем вдавливание. И что там еще? Хребет проводим. И от хребта еще одну надувку делаем. И значит по этой надувке теперь... Так, не сдавить, а складка. Складку теперь чуть-чуть поменьше. Так, и значит подтяжечку, это тянучка. Так, а эту, как ее, мочку уха делаем плоскую. Вводим ее вдаль. Само ухо, наверное, придется чуть-чуть... Вот так, подать вперед, приподнять линию черепа. Ну и в принципе, что? Персонаж готов. Теперь осталась покраска. Сохраняем. Как у нас тут сохранение идет? Epic Pen в принципе не понадобился. Так, добавить цвет, вершины, RGB, масштаб, вид. Значит, вот видите, Ops, Color, The Brush используют. И Color, Append. И в Sketchfab можно ее отправить. Так, Size, Save for Diffusy, Save for Roughness, Metaneness. Короче, экспорт текстуры. Если тут ее покрасить, я здесь еще не красил, не знаю, как она через картинку идет. Нет, поэтому мне нужно сначала сохраниться. Экспорт все. Сохранить в формате Ops. Ну давайте в Ops. Рабочий стол. Your Mesh Arcane. Так, и в формате, вот его родной формат. Экспорт все. Так, Ops Color, Append. Давайте еще раз на всякий случай так сохраним. Так, что тут есть? Топология. Вот теперь можно с этой штукой лазить. Топология что у нас делает? Реверс. Разрешение. Увеличить. Ставить больше полигон, а как скупцией с альфа 6. Удалить. Удалить можно, если прибавляете. Перестроить сетку можно. Блоки, кубики. Вот они. И просто, по-моему, под трисы. Так, а ну-ка. Прозрачность не помню, где здесь, да? Так, если сделать Remesher ему. 150, видите. Если сделать еще меньше. Remesher. О, как получается. Ну вот где-то тут в Warframe я вот сейчас поищу. По X, текстура. Remesher. Перестроить. Так, 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 так. Динамическая топология. Вот. Активировать без кубиков. Так, увеличить. Оп. И получается, динамеш или донатопия это линейное увеличение. Увеличить 75. Прореживание. Тоже можно поставить. Раз там, допустим. 9 штук. Товой. Так, это значит, релакс топология. И вот теперь Control Z. Как у нас работает. Видите. Хорошо работает. Так, топология. Это сцена. Контур. Вот можно даже с контура влепить. Прикольно. Показать сетку. Линия симметрии. Ну, слишком толстая. Видите. Насколько линия симметрии большевата. Ее можно... А это что-то в офис. Видите, ее можно симметрию передвигать в любое место. Прикольная штука, но не нужная. Так. Показать сетку. Вот я включил показать сетку. Он что-то не показывает. Так. Затемнение. Показать контур. Прикольно, да? Так, 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 так. Контур отключаем. Сетку я не вижу. Топология плоскости. А вот она. Так, стоп. А, не. Плоскости нам не надо. Каркас. Вот он. Все, нашлась эта сетка. Это вот трисы. Видите, наверное, да? Это трисы. Как искупствует с альфа-6. Так. Так, теперь топология, детализация, реверс, перестрой. Блоки, кубики. Вот они, видите, в блоке кубики получаются. Побольше ставим эту штуку. Вот у нас уже пикселька. Вот у нас уже пикселька быстрая. Прикольно. Кубики отключаем. Оставляем релакс топологию вот эту. Перестраиваем. Видите, сетка не ахти себе. А если делаем ремешер, чуть побольше. Во. Сеточка уже, ну опять же, трисы. Так, релакс топология, если отключить. И понизить чуть-чуть, да? Тогда вот сетка уже какашка. Тут какие-то у нее наслоения. Релакс ставим. Ну и, в принципе, бац, поправляем сетку. Прикольная сетка. Что тут еще есть? А ну-ка, давайте покраску посмотрим. Так, вот этот каркас. Вот, Warframe можно отключать. Значит, шейдеры в маткапах. Так, прозрачность. Можно вот. Так. Прикольная. Лепить, красить. Значит, если красить, то тогда 2D маска. И что получается у нас? Толщина. Извлечь. И что это получится? Текстура. Импорт текстуры. А ну-ка, попробуем через нее красить, да? А ну-ка, раз. И значит, что? Ага. Алис Гуде. Очистить. А вот она. 2D маска. А надо кисть. Не то включил, думал. Да где же она? Не может такого быть. Так, импорт. Значит, текстуры сюда. Оп. Фиксация, да? Вот опять же, на текстуру чисто цвет прибавляет. Так, краска. Так, текстура-то она не понадобится. А как ее удалить? На, все. Металлический. Не надо. Шероховатость. Тут нужно, наверное, другой этот поставить. Маткап. Продолжение следует. Абонирам. Текстура. Режиссер. Абонирам. Текстура. вот такая штука да и приходится значит тут а ну-ка 7 c цвет не получится выбрать а вот что-то не получается убирать так а ну-ка палитра шероховатость металлит а ну-ка он закрасился этим цветом прикольно так если с английской нажимаем на пипетку вот он красит тем цветом который выбрал выбрался значит картинки это с английского прикольника так а ну-ка экспериментируем дальше так нам понадобится темные эти тона это значит так x кисточку поменьше мне как-то туговато а ну-ка ух ты и и и и и и и так ну с покраской тут нужно разбираться короче где мы тут шероховатость а ну пипетки от плохо все нету а это ном колор склад так одессу тут интенсивность тогда видите сильно красит интенсивность я не вижу а без палитры он не красит а вот она его поменьше жесткость тоже поменьше вот тогда с он не выбирает нифига а не выбирает нифига и и и и и Продолжение следует...